Всем привет, это Ольга Шев. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас ароматное видео из серии Коуч. Коуч это такой замечательный аромат, о котором, наверное, 98% россиян даже не знают. Но сегодняшнее видео, я думаю, заставит вас обратить на него ваше внимание. Упс, я перечисалась, потому что мне не очень понравилось с хвостиком. Так вот, давайте продолжим по поводу Коуч, по поводу всего вот этого и вообще, почему у меня этих флаконов два. Я сейчас вам расскажу. Значит, этот аромат мне достался в подарок от Танюши Мороз. Танюшечка, большое тебе огромнейшее спасибо за то, что этот аромат мне достался в подарок от Татьяны Мороз. Танечка, большое тебе огромное спасибо за него, за то, что меня с ним познакомила. Потому что в данный момент в зимы такие сибирские, холодные, на мехах он звучит прекрасно. И на кожаных сумках он тоже звучит прекрасно. Я бы охарактеризовала этот аромат как аромат для одежды, потому что это очень-очень-очень too much. Если вот вчера я делала клеван к сестре, сестра заказала и захотела тоже как бы это. И я тоже такое же хочу. В общем, у нас заказали, но каким-то причинам ожидаемое в 17-18 числах октября. А партия не приходит, и я решила, раз уж у меня тут его ого-го, я решила, значит, просто поделиться с сестрой. Я купила вот такой чудесный флакон. Сейчас я объясню, почему такого цвета. Потому что вот он сам коуч. Вот, и вот как бы, ну, созвучие золото и вот такой цвет. Флакон вообще классный, вот если бы не вот этот вот цветочек. Но, к сожалению, выбора большого такого особо не было. Вот здесь такой медальончик. На крышечке здесь надпись коуч и S.1941. Вот здесь коуч. Аромат такого желтого цвета, ну, я проверяла, он не оставляет на одежде никаких. Вот у меня сейчас он пролился чуть-чуть из флакончика, который упал. Я надеюсь, да, он пролился. Ну, тем проще, не будет про него рассказывать. Он такой красивый. Он такой древесно-смоленисто-мускусный. На одежде и на мехе он будет звучать очень-очень, не побоюсь я этого слова, много дней. Вот. Коробочка устроена вот таким образом. Вот. Я все разобрала. Здесь еще такая пленка вот плотная. Есть. И сверху такая коробочка. Значит, зачем вообще? Что удобно, да? Вот, например, ну, неудобно же каждый раз доставать. Я уже так раз спрятали флакончика цвета. Кстати, в 3-го рано у вас такая же штука есть. Достаточно удобная. Итак, давайте вернемся к аромату. Он кажется очень резким, и я вам серьезно говорю, два пшика при одном моем знакомом, у него там чуть ли не приступ начался. То есть, вариант наносить его вообще впрямую на себя лучше нет. То есть, именно вариант такой сделали облачко и зашли в это облачко. В одежде, в шапке, в меху, в меховой жилетке, там, не важно. В общем, это может быть аромат не обязательно для того, чтобы носить на себе. Он может красиво звучать дома, он может красиво звучать в бутике. Он будет потрясающе звучать на кожаной сумке. Но это вот аромат из серии вот не на себя, это точно. Но он очень классный. Я считаю, что как бы любой парфюм, парфюмоньяк, вот он... Ну, это лучше, чем шалимар. Во всяком случае, из тех шалимаров, которых я слышала, это гораздо лучше. Он более такой... Ну, как сказать... Он более... То есть, шалимар, вот те, которые мне попадались на моем пути, они какие-то безликие, вот правда. Не потому, что я не люблю герленов, на мне не очень классно раскрылась мимоза, медовая, в аллегории. Но когда похолодало, она мне просто божественно раскрылась. Шалимар я пробовала летом, я пробовала уже, когда похолодало. И там... Настоящий фейковый, не фейковый, катанный, не катанный, вообще не важно. У меня со мной была модель, которая была в Пекине, которая слушала его в Сифории, там, где я собиралась приобретать. Он сказал, да, это один в один. Такое, говорит, невозможно забыть. Поэтому я могу сказать, что этот аромат, он лучше, чем шалимар. Вот как раз то, что я ожидала в шалимаре, хотя бы примерно, вот по той рекламе, которую я видела, я вот ожидала, что шалимар будет каким-то таким, если честно. В общем, я говорю, что как-то сложно, вот серьезно. Вот на мехе супер, на кожаных сумках супер, даже, я думаю, на кожаных сапогах, на трикотаже, я думаю, он будет супер. И дома он будет супер. И вообще он будет супер. И можно его даже, я думаю, что и в машине применять. И вот это такая бронебойность, скажу я вам. Это вот такое вешать топоры. Вот я пересмотрела видео, я могу сказать, что я когда делала клевант, это, наверное, вот сейчас будет очень сложно объяснить и очень сложно показать. Ну, вот такое маленькое горлышко, да, значит, я просто методом пшика туда спускала этот коуч. Коуч. И у меня, естественно, летел он на пальце. Естественно. И он летел вот таким, как дымом. То есть вот он, когда распыляется, он распыляется, как дымное облако. Я сейчас серьезно, я еще не рискнусь здесь вам это демонстрировать, но он серьезно распыляется, как такое душное дымное облако, мелкое-мелкое, дисперсное. То есть даже как бы Кристиан Диора вдыхает вот с этим своим пшиком красивым. У Саши, кстати, видела Сашечка. Приветик тебе, вообще смотрю твои видео, обожаю, люблю. Это который похититель ароматов. Вот у меня дошли руки до коуч. В общем, девочки, мальчики, попробуйте. Попробуйте, кто хочет ярких впечатлений. И когда он начинает подвыветриваться через какое-то время, а это, как правило, очень долгое время, он превращается для меня в такой медово-сладковатый. Но вот то, что вот терпкость и вот эта вот многогранность, и это такая сложность, я ждала этого от Шалемара, но, к сожалению, мы просто вот стояли и плакали над этим флаконом, там втроем, там еще крышка была надколотая. Я говорю, нет, не возьму я с надколотой крышкой, даже со скидкой не возьму. Я буду на него смотреть, у меня будет портиться настроение. Значит, если вдруг меня видит производитель вот этих флакончиков, все великолепно, кроме вот этого цветка. Ну, да, вполне возможно, на видео он смотрится как-то там. Но это вот, знаете, такой материал, из которого капельница сделана. Вот эти вот трубочки, вот эти вот, которые идут. Ну, потому что у меня только такая аналогия, и что это, я вообще не понимаю. Или резиновые китайские прозрачные ботинки в дождь. Ну, в общем, это... Вот это вот вообще зря. Так бы был нормальный, стильный, классный, такой, с намеком на даже какой-то гламур и светкость флакончик, да, под отливантик-то вообще нехило. Ну, вот эта вот шляпа, ну, я не знаю. Кстати, на ней ароматы не держатся, я проверяла. Вот с неё вообще всё исчезает полностью в ноль, вообще ничего не застревает на ней. Вот, любишь так же захлёб, да, и для тебя этот человек абсолютно идеален. В нём нет никаких изъянов первые полтора месяца, да. Ну, все это знают, ну, кто там более впечатлительный, там, у них это на годы растягивает. Не, ну, конечно, изъяны в любом случае есть. Все люди не идеальны. Просто это вот реально, как вот такая вот влюблённость у меня скибла. Но об этом будет в том видео, которое конкретно будет посвящено России. Это будет отдельная история, думаю, она вам понравится. И вообще, в общем, как бы так. Ещё раз, Танюшечка, большое спасибо. Ещё раз большое спасибо похитителю. Forever and ever. Вот, потому что этот человек меня сподвиг, этот человек меня вдохновил на съёмки, именно вообще просто как бы пододвинул к этой теме. Я смотрела парфюмерные видео, но меня вот не вставляло, вот, правда. А когда я поняла, вот, как он чувствует, как он видит, вот у него вот это вот, есть видео про органзу, и он там просто вот, ну, а он так классно, так вкусно рассказал. Да, собака потрясла ушами. Всем привет, всем спасибо, что были со мной. Всего хорошего. Пока. Подписывайтесь на мой канал или идите отсюда. Это Ольга Швец. YouTube. Это мой канал.